МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Деловая Чуваша, программа о деловой жизни Республики. И я, Ольга Григорьева. Сегодня в выпуске. Трудиться на благо родного края, жить по закону и по совести. Глава Республики Михаил Игнатьев обратился с посланием к Госсовету и народу Чувашии. Есть контакт. Впервые в Чувашии прошел форум по атомной энергетике. И он нашел отклик у специалистов АЭС, проектных институтов из разных регионов страны, а также Росатома. Экзамен на хозяина. Важные для экономики предприятия. Чебоксарская трикотажная фабрика и ХБК сменили собственника. Что дальше? Дорога с препятствиями. Предприятия электротехнической отрасли презентовали московским экспертам идею создать сертификационный центр в Чебоксарах. Но разошлись в позициях. Создавать территории опережающего развития, кластеры и развивать инновационную инфраструктуру, повышать конкурентоспособность предприятий, внедрять новые технологии, сокращать издержки и повышать квалификацию персонала. Такие задачи озвучил глава Республики Михаил Игнатьев, обратившись с посланием к Госсовету Республики. 2012 год, по мнению Михаила Игнатьева, был успешным для экономики Республики. Индекс промышленного производства составил 107,2%, выше среднего по России. Чуваша в лидерах среди регионов ПФО по производству машин и оборудования. Хороший результат и у АПК. Там сложился индекс в 104,1%. Это третье место в Поволжье. В Республике снизилось количество безработных, а номинальная зарплата выросла до 17 301 рубля. Чтобы сохранить тенденции и развиваться дальше, особенно в условиях ВТО, нужны инновации, отметил глава Республики. В Чувашии реализуется свыше 320 инвестиционных проектов на сумму более 300 миллиардов рублей. Перевод производства на инновационные рельсы продолжится. Для этого уже приняты меры. Начиная с текущего года, доля инновационной продукции в общем годовом объеме государственных закупок состоит не менее 7%. С начала 2014 года не менее 10%. Создаются условия, когда производить устаревшую продукцию и не осваивать новую становится просто невыгодно. Внедрять новые технологии, сокращать издержки и повышать производительность труда – путь к успеху в будущем, подчеркнул Михаил Игнатьев. Все это невозможно без высококвалифицированных специалистов. Как пример, глава Республики отметил кадровую работу электротехнических предприятий. Там воспитывают кадры уже со студенческой скамьи. Таким руководителям регион будет помогать. В целях стимулирования бизнеса к обучению кадров будет продолжена поддержка в части возмещения затрат, связанных с оплатой образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации в образовательных учреждениях. Продолжится поддержка малого и среднего бизнеса. Финансовая – не только. В Республике не хватает помещений для производства. Снизить дефицит позволит индустриальный парк. Начать создание промышленной площадки планируется в этом году. Индустриальный парк – это целый комплекс, в котором на общей специально отведенной территории со всей необходимой инфраструктурой размещаются самые разные предприятия. Желающие получить прописку в нем уже есть. Это 11 предприятий. Но сам проект не из дешевых. Республика собирается участвовать в федеральном конкурсе на создание такого комплекса и получить деньги. Дмитрий Точилов подробнее. К специальному конструкторскому бюро систем промышленной автоматики нужны помещения по приемлемой стоимости. Нехватка площадей – зачастую одна из больных тем для бизнеса. У промышленности хороший потенциал, но ей тесно на старых площадях внутри города. При том, что логистика хромает, считают некоторые эксперты. Надо дать сегодня и бизнесменам, и работающим в ней людям современные просторные помещения. Самое главное – перепроектировать на конкурентноспособных условиях нынешние технологические цепочки, сочетание со складскими помещениями, с транспортной доступностью, необходимые офисные помещения. И все это, чтобы на силу уже предоставляло возможности для наилучшей конкурентноспособности этих производств. С другой стороны, вывезти их за город, облегчить им таким образом грузопотоки, обмен товарами, комплектующими, поближе друг к другу по технологическим цепочкам скомплектовать и таким образом дать им общее облегчение и другие возможности для роста. По сути, индустриальный парк мог бы отчасти решить проблемы. На этом месте, возле промтрактора, пока пустующая земля. По задумке, именно здесь, на 23 гектарах, должен вырасти комплекс. Проект дорогостоящий. Предстоит подтянуть всю нужную инфраструктуру, инженерную, энергетическую, транспортную. На это понадобится 250 миллионов рублей. 50 миллионов готовы обеспечить республика. Оставшуюся сумму рассчитывают получить из федерального бюджета. Такое возможно через участие в федеральном конкурсе на создание в стране подобных парков. Инвестировать сюда готовы сами резиденты. Общим итогом подписанных предварительных соглашений, исходя из инвестиционных планов организаций, является готовность резидентов парка к 2017 году создать более 900 новых рабочих мест, вложить инвестиции на сумму более 800 миллионов рублей, перечислить бюджеты всех уровней, налоговых отчислений на сумму более чем 200 миллионов рублей. По условиям конкурса, земля под парком должна принадлежать региону. До недавнего времени она была муниципальной. Но столица и Чебоксарское горсобрание безвозмездно передали участок республики. Депутаты признают, строить комплекс нужно было давно. Призывает власть при подготовке проекта все же поторопиться не спеша. Вопросов у депутатов уже много. В частности, по списку резидентов, по условиям. Если нас, депутатов и работников администрации, в рабочую группу включат, то мы обязательно поднимем вопросы. Значит, во-первых, прозрачности конкурса. Во-вторых, нам очень важно еще для города, чтобы это было как-то красиво. Вот все эти строения должны быть не какие-то аляписты, одно такое, другое такое, с архитектурной точки зрения. Затем очень важно, на мой взгляд, если люди пообещают, они выполнят свои обязательства, что делать. Поэтому те земельные участки или строения, которые они сделают, не сразу передавать собственность. А человек должен, на мой взгляд, обязательно какой-то план на 5 лет. Защита самого проекта в Москве запланирована на апрель. Даже если карты лягут не так, как хотелось бы, будут искать другие источники финансирования, говорят в Минеке. И все участники процесса хотят верить, что проект не ляжет под сукно. Дмитрий Точилов, Данифа Тагирова, Николай Яковлев, Деловая Чувашия. В Чувашии впервые прошел форум по атомной энергетике. Идея собрать специалистов из разных регионов России на Чебоксарской площадке принадлежит одному из крупных предприятий республики ЧАС. Инициативу поддержал Минэкономразвитие. Разослали приглашение на форум, дали ему название Чебоксары Центр наукоемкого машиностроения Чувашии. И люди откликнулись. Приехали специалисты атомных электростанций страны, проектных институтов, госкорпорации Росатом. Все те, кто интересен республике. А вот в чем сошлись интересы, об этом далее в репортаже. Участники форума с интересом знакомятся с площадями, производством и разработками ЧУАЗа. Память о предприятии осталась с советских времен. Вплоть до начала 90-х годов завод снабжал оборудованием атомной электростанции страны. В сложной 90-е случился перерыв. Но среди посетителей есть такие, кто Чебоксарский электроаппаратный не забыл спустя годы. Я ваш завод знаю очень хорошо. Я работал главным инженером атомной станции на строительстве Смоленской атомной, Чернобыльской станции. Директором работал. Мы с вашей оборудованием очень хорошо знаем с тех еще времен. И вот сейчас хотелось бы увидеть, что изменилось за этот период, за 20-30 лет. Ну, для начала можно сказать, что изменилось многое. Атомщики на пенсии по-прежнему в строю. Это о представителях Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности концерна «Росэнергоатом». Как и остальные участники форума, они часто бывают на атомных станциях и предприятиях. Ветераны – независимые эксперты. Оценить безопасность и найти слабые места станции. Дать заключение, покупать оборудование или нет. По их части. Вот и присматриваются к представленным образцам, разработкам электроаппаратчиков. Такие распределительные устройства напряжением 6-10 кВ как раз нужны любой АЭС. А, насколько мы знаем, в 90-е годы только зарубежное оборудование было представлено на атомных станциях. На сегодняшний день у АЭС есть прекрасный выбор именно использовать оборудование российских производителей. Значит, это оборудование уже выпускается более пяти лет. Прошло огромный перечень сложнейших испытаний, процедур сертификаций, аккредитаций. И на сегодняшний день успешно уже были поставлены данные ячейки на Балаковскую АЭС. А вот это ноу-хау наших конструкторов для морских судов. Начинку держат в секрете. Распределительное устройство подходит и для плавучих АЭС, и для танкеров, где повышенные требования и по компактности, и по сейсмоустойчивости, и по многим другим параметрам. Сейчас ячейка проходит испытания. По словам разработчиков, подобные скоро появятся и на рынке. А это уже задел на будущее. И наша задача – показать достижение завода республики, что мы можем для атомной промышленности поставить. Мы надеемся, что по результатам вот этого форума явится дальнейшее развитие и увеличение объемов продаж. Для нашего завода потенциал, объем поставок – это 500-600 миллионов в год. Это серьезный очень объем. И мы планируем в ближайшие годы увеличить, дойти до этого уровня поставок. Желание электроаппаратчиков нарастить производство совпадает с желанием атомщиков обновиться. Хотя события на Фокусиме бросили тень на всю атомную энергетику, отрасль развивается. При надлежащем порядке на АЭС и нужной квалификации специалистов наличие современного надежного оборудования, безопасность будет на должном уровне, убеждены специалисты. И это не то направление, на котором можно экономить. К сожалению, при наших конкурсных проведения процедур в первую очередь ставится цена. Понятно, цена, конкуренция и так далее. В ущерб качеству. Это нас не устраивает. И сейчас мы в концерне, наше руководство поставило вопрос, чтобы в первую очередь были вопросы качества и безопасности оборудования в современном. Обсуждать проблемы, делиться мнениями, налаживать контакты и знакомиться с регионом. Все это на площадке форума. Республика ориентируется на сотрудничество со стратегическими партнерами, крупными предприятиями. Среди генеральных партнеров корпорация «Росатом». С ней у региона соглашение, на основе которого в Чувашию привлекаются заказчики. Сотрудничество с «Росатомом» – это уже большой товарообмен и обмен научными разработками. Очень приятно, что не только мы, но и сами предприятия, а в данном случае это электроаппаратный завод, выступает с инициативой по контактам на территории Чувашской республики с этими стратегическими партнерами. При этом я очень рад приезду столь внушительной и огромной делегации. Делегации не просто «Росатома», а специалистов «Росатома». Это главные инженера, конструктора, то есть те, от деятельности которых зависит и безопасность атомных станций. Но с нашей точки зрения, это, конечно, зависит решение о том, какое оборудование будет применяться для безопасной деятельности этих атомных станций. Точки соприкосновения найдены. Дальше пойдет предметная работа. И, возможно, на предприятия региона уже скоро придут заказы. А это новые поступления в казну. Значит, эффект от этого должны получить не только работники отдельно взятого завода, их семьи, но и вся республика. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, «Деловая Чувашия». Две площадки бывшей волжской текстильной компании, привычные названия «Чебоксарская трикотажная фабрика» и «Хлопчатобумажный комбинат» ушли с молотка. У них появились новые собственники. Напомню, в 2009 году ВТК признана банкротом. К этому моменту за компания свыше 4 миллиардов рублей долгов. Там вводится конкурсное производство, а руководство региона заявляет о криминальном банкротстве. Увольнение, сокращение, снижение и долги по зарплате. Словом, нестабильность и страх за то, что может быть завтра. В такой напряженной ситуации последние несколько лет жили работавшие на бывшем ВТК. Какое настроение у людей сегодня? Какие планы в отношении предприятий новых собственников? Узнала наша съемочная группа. Вывеска с надписью «Продается» Долгое время висевшая на здании чулочной трикотажной фабрики снята. В декабре прошлого года предприятие ушло с молотка и обрело нового собственника. Новость моментально разлетелась по фабрике. Как говорят здесь, узнав об этом, испытали радостный шок. Опасались худшего – массового увольнения и закрытия предприятия. А угроза была осенью прошлого года. Когда нас выкупили, прям в прямом смысле слова радовались и приплясывали, и все на свете. И тут овации были по этому поводу, ну потому что уже какая-то стабильность. У всех у нас семьи, мы привязаны к дому, к семье. А переживали, потому что швеи, я бы не сказала, так востребованы, как остальные профессии. Это надо было куда-то идти переучиваться. А переучиваться – это не всем, это как бы хорошо. Сегодня на предприятии пятидневка. Люди порядком соскучились по работе. В прошлом – сокращенная неделя, проблемы с зарплатой. Люди готовы вернуться на предприятие. Вот только какие планы у нового собственника? Многие полагали, что хозяином станет тот, кто с 2010 года арендовал здешние площади. Арендатор ЧТФ проявлял свою заинтересованность и неоднократно заявлял о желании купить фабрику. Подтверждал серьезность намерения фактами. Фабрика подняла объемы производства. Вел переговоры по покупке со Сбербанк капиталом, который в ходе конкурса приобрел имущественный комплекс и собирался продать. Мы собираемся покупать и не прекращать производственную деятельность. Как мы работали, так мы продолжаем работать, именно выпуская продукцию, очень необходимую населению. Это имеется в виду челочно-носочные изделия и трикотажные изделия. Цена вопроса по покупке бизнеса. Это устраивает обе стороны, и договоренности заключались между учредителями нашего предприятия и покупателем Сбербанком капиталом. В итоге неожиданный вираж. Договориться не смогли. А выкупил предприятие предприниматель Владимир Ермолаев. Владелец нескольких компаний, в числе которых СУОР. Выкуплены не только стены, оборудование, вся фабрика с сохранением профиля, брендом, остатками сырья, контрактами, интеллектуальным ресурсом и рабочими руками. Словом, весь бизнес, как того хотела региональная власть. Для бизнесмена это не профильный актив. Но правительство рассчитывает, что он продолжит развивать предприятия. Жизнь вообще такая непредсказуемая штука. Поэтому здесь в период переговоров и СУОР ввел эти переговоры с новой компанией, которая с СБК, которую выкупила у Сбербанка этот актив. И Эйминвест ввел, и другие собственники, и другие юридические лица ввели. Поэтому более выгодное предложение оказалось СУОР. Для нас, для республики, самое главное, чтобы люди были так же трудоустроены. Представители собственника заявляют о своих планах. Больше никакой оптимизации. Если в январе прошлого года на фабрике работали свыше тысячи человек, то сейчас осталось чуть больше 800. Напротив, нужны люди. Раскройщики, швеи, лязальщицы. На сегодняшний день предприятие сохранило свою специфику, свою направленность. Из предприятия планируют только увеличивать свои производственные мощности, свои производственные ресурсы, как человеческие, так и технические. Никаких сокращений не планируется. Сократили уже все, что смогли. Что касается другой площадки, дивизионно-домашний текстиль или ХБК, ситуация здесь была изначально сложная, комментируют в правительстве. Сохранить ткацкое производство не удалось. В ходе публичных торгов оборудование было выкуплено и вывезено в Казахстан. Основной лот по площадке приобрел другой известный в Чувашии предприниматель Николай Герасимов. У него группа компаний «Эверест». В планах еще один торговый комплекс, который, судя по всему, станет продолжением расположенного рядом торгового центра. Что касается дивизионно-домашний текстиль, то здесь, наверное, больше уже сегодня складывается такой некий технопарк, где субъекты малосреднего бизнеса тоже с процедуры конкурсного производства выкупили имущество и реализуют свой бизнес. То есть здесь и производство машиностроительной продукции, здесь и деревообработка, мебельная продукция и продукция легкой промышленности. Стоит задача привлечь сюда других предпринимателей. Площади для этого есть. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Деловая Чувашия. От разговоров к делу. В Чувашии от теории создать электротехнический кластер перешли к практике. Теперь эта идея продвигается в самых разных сферах, в том числе на встречах с разными экспертами. Чувашию посетили гости из Москвы, отвечающие за продвижение инноваций. В переводе с английского «кластер» – это кисть, пучок, гроздь. Так в экономике называют группы предприятий и организаций, которые объединены территориально и ведут общую деятельность. Это пучок компаний, корпораций, банков, поставщиков продукции, научно-исследовательских институтов, вузов и так далее, чья деятельность лежит в одной тематической плоскости. Голливуд, Детройт, Силиконовая долина. Примеры кластеров со своей историей и разделением труда. Кластеры были и в Советском Союзе. Некоторые специфические. Часть кластера находилась в одной республике, часть в другой. Работали под советскую систему разделения труда. К примеру, хлопком занимались в Узбекистане, сборочным цехом выступала Белоруссия, продовольствие производили на Украине, а экономические решения принимал единый центр – Советский Союз. СССР распался, советская модель рухнула, каждый оказался предоставленным сам себе. К слову, промышленный комплекс в электротехнике на территории Чувашии – это советское наследие. За создание кластеров и восстановление многоуровневой системы разделения труда выступает ряд экспертов. Так, говорят, сможем обеспечить себя всем сами и на своей территории. Но в условиях ВТО, когда Россия встраивается в мировое пространство, кластерная тема приобретает особое звучание. Кластеры, как воздух, жизненно необходимы стране, утверждают некоторые аналитики. Частная компания не обладает такими ресурсами при продвижении своего продукта на мировом рынке. Вместе легче выходить с предложениями к власти, формировать правила игры и конкурировать с сильнейшими на рынке, снижать себестоимость продукции и добиваться золотого соотношения – цена-качество. В Чувашии предприятия электротехники – конкуренты друг к другу, но захотели таки объединиться в кластер. Говорят, приходит мощный и сильный игрок из-за рубежа. Чуваши на этом рынке сталкиваются с Германией. Немцы уже начинают использовать свои финансовые ресурсы, выходить на наши университеты, проектные институты, чтобы продвигать в них свои решения. Они диктуют условия через вузы, что особенно ощутимо для электротехников и в чем наши позиции порой не настолько сильны, в системе стандартизации и сертификации. Разрабатывают их зарубежные компании, наши же вязнут в многочисленных переводах этих правил, понимании и прочим. Словом, время уходит, и мы за бортом. Теоретически есть возможность задавать тон в формировании стандартов. Такое желание у чувашских предприятий есть. О дальнейших шагах при формировании кластеров и родившемся в их рамках новом проекте. На одной из последних встреч говорили эксперты из Москвы и представители предприятий электротехнической отрасли. Они не прочь создать под боком сертификационный центр, рассчитывая не столько на финансовую поддержку, сколько на политическую волю и признание. Позиция неоднозначна. Разговор вышел серьезный и местами эмоциональный. На чем пришлось сломать копья, Дмитрий Ковалев расскажет. Желание предприятий электротехнической отрасли понятно. Они развиваются. Место под солнцем хочется не только на российском рынке, где половина всех поставок РЛИ приходится на Чувашию, но и на мировом, где конкуренция заметно острее. Тем важнее быстро устранять препятствия на этом пути. И бизнес не прочь идти рука об руку с властью. Предприятия электротехники хотят создать на площадке Чувашии общий центр сертификации. В проектной организации тоже достаточно много проектов. Организации, которые выполняют проекты на основе оборудования Чувашских и Чебоксарских предприятий. Подготовка кадров, огромный класс, огромная задача, которую тоже решают несколько вузов или филиалов, которые расположены в Чебоксарах. Пока чувашским предприятиям приходится выходить с инновациями за пределы региона и терпеливо ждать сертификации год. А то и больше, сразу на нескольких объектах энергетики и в институтах, находящихся на их содержании. В советское время было проще и быстрее. Подводят к заключению релейщики. Продукцию сертифицировала глав техуправления. Потом проходила через специальную комиссию, и идея ставилась на производство. Вот и мечтают у нас о едином центре, как на Западе. Почему бы не создать подобный в Чебоксарах городе, который давно и по праву называют электротехнической меккой страны. Региональная власть за, но и бизнесу, и чиновничеству нужны гарантии. Признание центра монополистами вроде ФСК и МРСК. Теперь это холдинг российские сети, Русгидра, промышленными предприятиями. Понятно, что без политической воли никак. Федеральные вложения тоже были бы кстати. Центр надо 500 или от федералов надо 500? Нет, мы не говорим, а 500 миллионов нужно только на оборудование. Все остальное... Я понял, на оборудование. Ребят, почему они все от федералов-то придут? Сколько на создание этого сертификационного центра, не знаю, от землю копать до вот, чтобы он был? Сколько надо денег-то? Миллиард? Миллиард. Как оказалось, не все так просто. Кто должен вложить нужную сумму, эксперт попрощал не раз. Почему именно федеральный бюджет, а не бюджет российских сетей? Хотя проблема не столько в цене, по прогнозам, центр вполне самоокупаем, сколько в позиции некоторых влиятельных фигур. Желание их увидеть реально работающий сертификационный центр. Такой выходит замкнутый круг. У меня предложение еще раз это вот изложить, и эту бумагу направленную на это. Вместе с тем на встрече обсуждали другие проблемы. В советское время типовые проекты разрабатывал один единственный институт. Завод выпускал продукцию, и без изменениях там не могло быть и речи. Сейчас же полная свобода, и как следствие ситуация из ряда. Кто и на что гораст. Если производитель разработал типовые шкафы и так далее, то проектанты пытаются в эти шкафы забить все, что угодно. Проекты сырые, совершенно неграмотные и так далее. Очень много. И этот проект надо исследовать, проверить. Начинается долгая переписка, созвание и так далее. В конце концов, приходим к какому-то решению. И дальше остается там неделя запуска. И производитель в неделю должен разработать это устройство, потому что там масса всего забилит. И выберет. Практическая польза этой встречи для каждого участника своя. По крайней мере, обе стороны обозначили позиции. А вот что дальше, покажет время. Дмитрий Ковалев, Ольга Григорьева, Александр Петров. Деловая Чуваша. Это все на сегодня. Наш адрес в интернете ntrk21.ru. Смотрите и пишите. Удачи в делах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова